Итак, жизненно важные цели. Первая цель. Вторая. То есть, первое, мы объяснили, работа над собой, поддержание своего психического и физического здоровья. Надо осознать, как это делать. Осознать непросто. Осознание означает, что ты уже можешь это делать. Если ты осознал, что надо рано вставать, это значит, что ты уже можешь рано вставать, без проблем. Значит, ты осознал. Осознание мне это объясняет. Это не то, что ты, допустим, понял, что это хорошо. Это еще не осознание. Это только начало осознания. Надо дальше осознавать. Как осознавать? Некоторые люди думают, что осознавать надо больше читать. Нет. Для осознания надо больше общаться с теми, кто это осознал. И общаться именно на эту тему. Или второй способ осознания – это молитва. Когда человек молится об этом, он тоже постепенно проникает в суть вопроса. И так, первая работа над собой – поддержание своего физического и психического здоровья. Надо очень четко понять, как работать над собой. И четко понять, как свое психическое и физическое здоровье поддерживать. Это будет. Это означает жизненно важные цели. Второе. Вторая жизненно важная цель. Надо изучать законы мироздания и законы счастливой жизни. Надо изучать. Это надо поставить цель перед собой. Все это серьезно изучать. Мы в школе что изучаем? 224 мы изучаем. Сейчас мы в школе изучаем менеджмент, там и все прочее. Там компьютер изучают. В школе изучают законы счастливой жизни? Нет? Нет. То есть, понимаете, школа не поможет в этом вопросе. Потому что в этом вопросе поможет только собственное желание учиться. Человек должен учиться в правильной жизни. Это серьезная вещь. Третье. Жизненно важная цель. Научиться выполнять свои общественные и семейные обязанности. Потому что если человек не знает, как это делать, он будет уничтожен в своей собственной жизни. Его собственные дети уничтожат его судьбу. Его собственная жена его приведет в полный крат психический. Его собственные родители его уничтожат. И это является законом. Понимаете? Это закон. Это не случайность. Потому что в семейной жизни эгоизм самый сильный. Там, где сильнее всего эгоизм в отношениях, там сильнее всего идет разруха. Семейные отношения не могут сами по себе быть счастливыми. Если человек не знает точно, как их поддерживать счастливыми, они обязательно будут уничтожены. Почему? Потому что в семейной жизни эгоизм, мое желание наслаждаться близким человеком вспыхивает с огромной силой. Когда возникает любовь в отношениях между людьми, эта любовь сопровождается как раз вот этим чувством «мне». Это чувство потом разрушает судьбу человека, потому что оно становится сильнее, чем желание служить человеку. Понимаете? Это важно знать. Но очень трудно в себе понять. Я сейчас в Москве провожу такие лекции, называются «Открытые консультации». Я засчитываю, скоро это можно будет в интернет, в прямом эфире, раз в неделю слушать и смотреть. То есть «Открытые консультации» в 7 часов вечера, что ли, до полседьмого по Москве мы проводим. То есть что происходит? Я записываю письмо, подробно описывает человек жизнь свою. И потом дальше мы беседуем на оттенок. И люди рассказывают, как рушится их жизнь, как семья рушится. То есть это реальность, это реальность, и все начинается с любви. Ведь семья не начинается просто так, она начинается с любви. Правильно? Или с чего она начинается? Всегда. Ни один дурак без любви не выйдет замуж и не женится. Даже дурак не женится, а более умный человек. Всегда любовь есть, просто люди забывают о ней. Они считают, что ее нет. Они считают, потому что потом все хорошее забывается. Когда люди начинают оскорбительно относиться друг к другу, они думают, я не того человека нашел, это не моя судьба, это не тот человек. Но когда он выходил, женился, он так и думал. Была любовь, но она забыта. Или она стала забытой. Потому что настоящей любви никогда не бывает сразу. Это невозможно. Есть настоящая влюбленность. Или не сильно большая влюбленность. Но настоящая любовь развивается, это экзамен жизни. Чтобы полюбить человека, надо добиться этого. Надо правильное отношение с ним строить. Это результат жизни. Это не мой человек. Это не твой человек. Это то, что ты экзамен сдал на два. Вот что это. Это не мой институт. Я не туда поступил. Но иди на другое, он тоже будет не твоим. Это закономерность. Потому что ты не можешь учиться в институте в этом проблеме. А не в том, что это не твой институт. Если ты не можешь жить с человеком, значит, ты с другим не сможешь. Первый этап в жизни – это счастье. Потом воспитание. Потом экзамен. Сначала у всех медовый месяц идет. Потом у всех идет воспитание в отношении. Потом экзамен. Кто экзамен не сдал, люди разводятся. Потом следующая семья – опять медовый месяц. И ради этого медового месяца некоторые люди бросают вообще свою семью, чтобы хотя бы его еще раз испытать. Бред. Полный бред. Потому что месяц медовый недолго длится. Потом, что опять испытание. Опять потом трудность. Потом опять экзамен. Спасибо вам большое. Ну, у меня они не... А, все включено. Все включено. Спасибо. Итак, три типа жизненно важных целей. Если человек хотя бы в одном из этого не ставит жизненно важные цели, означает, что их надо обязательно в жизни поставить и серьезно к ним относиться. Это не высшая цель жизни, но это очень важные цели. Допустим, человек ставит целью своей жизни и своих детей. Это является жизненно важной целью или нет? Нет. Он должен ставить своей целью жизни правильно, научиться правильно относиться к своим детям. Вот это будет жизненно важной целью. Потому что если ты не научишься правильно относиться к своим детям, то это значит, что дети уничтожат твою судьбу. Понимаете? В этом вопрос заключается. Очень важный вопрос. А если даже ты не смог относиться к ним правильно, то если ты раскаешься в свое время, когда ты это понял, то они никогда не смогут дальше уничтожить твою судьбу. Человек даже если не сдал экзамен, он смог понять, как его сдавать, значит, он все равно его сдал. Понимаете? То есть никогда не поздно начать жить правильно и счастливой. Если человек не изучает законы счастливой жизни и законы мироздания, он проиграет в этой жизни. Потому что за ней законы. И если ты живешь как хочешь, значит, ты будешь побежден судьбой. Надо знать точно, как жить правильно. Точно знать, как жить. Мне интересный случай такой был. Одна женщина, один мужчина пришел ко мне и рассказал мне о том, что он сейчас хочет заниматься духовной практикой, что его очень интересует духовная жизнь. И духовная жизнь стоит выше всего остального, даже выше семьи. Я ему объяснил, что отношения с семьей, правильно, с семьей это тоже духовная жизнь. Некоторые люди встречаются на какие-то обществах, ходят там, очень возвышенные беседы проводят, потом домой приходят. Возвышенные такие люди, все там о каких-то возвышенных вещах говорят, потом домой. Правда выходят наружу дома. И что, они возвышенную жизнь ведут? Нет. Они просто фантазиями занимаются. Потому что настоящая возвышенная жизнь начинается тогда, когда ты начинаешь встроить правильные отношения в семье. С этого момента твоя духовная жизнь начинается, а не с какого-то другого. И этот человек не понял этого. Он говорит, у меня такая жена вообще, она такая материалистка. Я начал ругать ее. Потом он привел свою жену ко мне. Часто ко мне приходил. Привел свою жену ко мне. Ересная история. Я увидел порядочную женщину, очень верную силу мужу. Как я узнал в прошлом, что она последствия никогда ему не изменяла. Я начал ей объяснять, что такое духовная жизнь. Как правильно, что муж стремится к духовному, это хорошо. Но у него есть какие-то заблуждения в этом плане, это плохо. Она выслушала меня. Начала слушать мои лецепты после этого. Потом она пришла ко мне уже одна без мужа. И рассказала, что он совсем плохо начал себя вести. Начал пренебрегать семьей. Начал пренебрегать ей. Перестал работать. Но приходил дома и кушал при этом. Говорю, что я так, я молюсь, поэтому ты обязан меня кормить. Я высшую цепь жизни исполняю. И она приходила ко мне все время и спрашивала, что мне делать, как мне жить. Я говорю, не надо им кормить. Зачем ему кормить? Пускай сам зарабатывает себе на жизнь. Он же мужчина. Но она как-то пыталась так и не всяк. В конце концов, он совсем начал к ней пренебрегать. Начал оскорблять ее. Начал ей говорить такие слова. Я все равно добьюсь, что ты сама подашь на развод. Потому что если ты подашь, это будь твоя корма, а не моя. Эта женщина терпела, терпела, пыталась сохранить семью. И прошло полтора года. И на прошлой лекции она пришла ко мне и сказала мне такие удивительные вещи, начала рассказывать. Что ее сердце стало легким. Она освободилась от груза. И теперь она знает точно, что она выполнила свой долг перед этим человеком. И пусть он решает сам. Будет он со мной жить или не будет. Мне уже не так сильно это важно. Она выполнила свой долг. Она пыталась сохранить семью, но он все время хотел развода. И наступил такой момент, когда уже надо идти разводиться. Но она успела отработать свою карму. Она спокойна. Теперь почему? Потому что она сделала все, что нужно и нужно было сделать для этого человека. Она пойдет, пойдет сама разводиться. Нет. Это его проблема. Хочет разводиться, хочет не разводиться, но она выполнила перед ним свой долг. Это значит, что у ней обязательно будет хорошая семья. Или с этим человеком, или не с этим, не имеет значения. Человек, если этот, если захочет остаться, ему придется стать хорошим мужем, потому что она его достойна. А если он не сможет это сделать, ему придется уйти. К ней придет жизнь другой человек гораздо лучше, чем этот. И у ней будет счастливая жизнь. Потому что в этой жизни человек только одно должен сделать. Он должен выполнить свой долг. Если он выполняет свой долг, сдает свой экзамен, он просто обязан быть счастливым. И это, ему не надо об этом беспокоиться, судьба сама побеспокоится об этом. Все люди, которые несчастные, они все не выполнили свой долг в жизни перед своими близкими людьми. Это стопроцентный факт. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому нет другой причины думать о чем-то. Надо просто научиться правильно выполнять свои семейные обязанности. И все. И тогда жизнь станет успешной. Это стопроцентно факт. Следующий тип целей мы разбираем по нисходящей. Следующий тип целей – это важные цели в жизни. Они помогают установлению, осуществлению жизненно важных целей и установлению в сердце главной цели жизни. Они являются вспомогательными. Три типа целей вспомогательных, которые тоже в жизни важны. Без них человек не может жить. Они важные цели, но не жизненно важные. Человек без них не потеряет себя. Если человек жизненно важные цели не выполняет, он себя теряет. Но если человек эти цели не осуществляет, он себя не теряет. Он встает на путь потери себя. Но себя три этой мишени теряет. Первая целая цель – получить образование, соответствующее своей природе. И занять себя трудом, согласно этому образованию. Человек не получил образование. Он потерял себя? Нет. Он еще может получить. Он занял себя трудом, согласно своей природе? Не занял, допустим. Он может себя еще занять. Он еще себя не потерял. Понимаете? А вот если человек неправильно относится к близким и неправильно поддерживает свое психическое и физическое здоровье, он легко может себя потерять. Если человек не изучает, как правильно жить, он себя потеряет сто процентов. Понимаете? То есть, есть жизнь на важной цели, есть важная цель. Вторая важная цель – стремиться занять в обществе то положение, которое помогает правильному развитию личности. Ну, допустим, ты хочешь быть менеджером. Это, ну, у тебя есть желание такое в жизни. Но можно жить, быть менеджером в тюрьме? Ну, можно, допустим. Я говорю, если ты сидишь в тюрьме. Иди, ты там будешь менеджером. Это не то немножко. Надо занять определенное положение в обществе, чтобы быть менеджером. Для этого надо развиваться как личность. Но если ты еще не стал таким менеджером, допустим, ты хочешь, ты учился, все, не стал. Ничего страшного, когда ты не встанешь. Это не проблема. К этому надо стремиться, но это не значит, что если ты не стал, это тебя разрушит. Нет, это тебя как личность не разрушит, ты сможешь дальше жить. Нет проблем. Дальше. Третья важная цель жизни – устроить свою личную жизнь согласно законам Писания. Ну, допустим, ты работаешь ночную смену, и ты не можешь, допустим, согласно этим законам ложиться спать и вставать. Не можешь. Ты потеряешь себя или нет? Нет. Не потеряешь, ты сможешь дальше жить. У меня был один знакомый, он был барменом. Ну, как бармен, потому... Он был менеджером... Вернее, был... Ну, да, то есть, знакомый-то есть, он был менеджером ночного клуба. Ну, даже не ночной клуба, клуб, где собираются ночью. Ну, кстати, люди собираются потусоваться там, что-нибудь порассуждать. Ну, так и не такой плохой клуб был там, не стриптиз был, а просто люди собирались, потусовались. Молодежь. И он не спал ночами. Он занимался, ему интересно было, любимый дел там было, кафе вегетарианское и все прочее. И у него был вопрос, что ему важнее в жизни. Вот это отзывение или режим дня. И постепенно ему, в конце, тяжелее и тяжелее жить. Он начинал все симптомы чувствовать на себе, которые я писал в книжке, время и режим дня. Вот что человек не спит по ночам, что с ним будет. Там есть симптомы. И он начал чувствовать один за другим все эти симптомы. И пришел к выводу, что ему надо менять работу. И он взял и все оставил. И начал спать вовремя ложиться. Стал таким счастливым. Только от этого. И нашел сейчас другую себе работу. То есть, если человек не вовремя, допустим, ложится спать, то он себя не теряет. Но он может себя со временем потерять. Но еще себя сразу не теряет. То есть, это можно исправить. То есть, эти вещи исправимы. Очень душно, да? А там вообще все окна открыты или нет? А можно все открыть? Или невозможно? А нет там даже испытания для вас. Надо же, как вы еще сидите. Я удивляюсь. Тяжело же. Столько сидеть и выходить. Надо как-то все двери открыть. Вот так позаботиться, чтобы как можно меньше духоты было. Вообще, неплохо было бы на следующую лекцию пару вентиляторов поставить, чтобы воздух двигался как-то. Просто направить их в одну сторону, чтобы воздух двигался. Сейчас я вам буду помогать. Есть такой метод. От настроя очень сильно зависит, душно будет или нет. Я сейчас вам продемонстрирую, как это действует. Сели все прямо. Сейчас он будет свежо. Это я не придумал. Это обычный метод. Движение прана называется. То есть с определенным дыханием, с помощью дыхания можно сделать свежесть. Сейчас ветер подует. Это факт. Это энергетические ощущения. Это не ощущение. Ветер означает, энергия движется хорошо. Движение движется хорошо. Ну что? Пошло? Вот теперь так и сидите. Я вам настрою показал, теперь так и сидите. Настройтесь на это ощущение. И вы оставите ему всю лекцию. Вам хорошо будет всю лекцию сидеть. Все зависит от настроения. Дышите спокойно и чувствуйте свежесть внутри. То, что почувствует, то и оставляйте собой. Если здесь зал так будет сидеть, в зале свежо встанет. Потому что духота означает неправильное движение энергии. Нормально стало? Успокоились? Следующее. Второстепенные цели. Мы разобрали важные цели. Теперь второстепенные. Второстепенные цели направлены на увеличение своего благосостояния, улучшение жилищных условий, улучшение своего положения в обществе, достижение богатства, процветания и так далее. И т.д. И т.д. Вы должны понять одну особенность второстепенных целей. Второстепенные цели возникают сами в результате жизни. Само собой надо расширять живоплощадь. Само собой надо отдавать ребенка учиться. Само собой надо что-то еще там, пойти в магазин. Человек не должен даже помышлять о том, чтобы приблизить эти второстепенные цели к себе. Они встали сами в жизни и сами решаться. Если тебе надо уберечь живоплощадь, просто делай пятому шаги спокойно. Платывай деньги, зарплаты, еще что-то делай в этом направлении. Что ты можешь делать? И не надо здесь дергаться совсем, потому что судьба знает, когда ты ее увеличишь. И чтобы вы это поняли, я сейчас проведу определенный эксперимент в вашем зале. Сейчас поднимут руки те люди, которые совершали дикие усилия внутренние и внешние, упахивались, делали все возможное и, наконец, победили свою жизнь и получили квартиру лучшей планировки там или построили дом. То есть через какие-то сильные, дикие внутренние усилия. Поднимите, кто так прошел, такой будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Шесть человек, семь. Запомнили количество людей? Теперь сейчас поднимут руки те, кто имел такую цель расширить свою жилплощадь. И она расширилась само собой. Просто в результате жизни пришло время и как-то неожиданно. Раз, все взяло и расширилось. Или построилось там. Ну, то есть не то, что там само собой дом в воздухе не возникает, но просто это произошло само собой в результате жизни. Кто сначала сильно хотел, но не получалось, а потом раз, и получилось само собой. Поднимайте руки. Смотрите назад все. Многие воздержались, но подняло порядка 80 человек. И это закон. Я такое же точно видел во всех местах, где я проводил это тестирование. Это означает, что то, что в жизни человеку положено, оно само собой приходит. Понимаете? Это закон. Есть, конечно, люди, которые дерзко пытаются достичь своего, но они на это кладут многие силы. Но надо просто успокоиться. Надо успокоиться и понять, что придет время, и будет вам жилье. Сто процентный факт. Это сто процентный факт. Я еще ни одного человека не видел, который ко мне подходил, чтобы... То есть я могу как-то догадаться, когда примерно это будет. Ни одного человека не видел, который бы вообще не имел такой кармы без жилья же. Но я видел тех людей, которые без жилья должны прожить жизнь. Глаза балдеж. Я спрашиваю, что ты на квартиру-то не копишь? А нафиг она нужна? Все. Когда у человека действительно нет этого суммы, да ему это сто лет не надо. Я видел одну-то женщину, я говорю, а что ты замуж не стремишься? Да не хочу. Она занимается духовной практикой, и все. Ей не нужна эта семья, и у нее по карме нет, нет мужа. Не видно, чтобы был муж. Да ей это сто лет не надо, у нее нет этого желания. Если по карме нет, по карме не надо, не положено, значит и желания нет. А если желание есть, значит положено. Вопрос только когда. Некоторым людям быстрее достаются, некоторым медленнее, потому что у каждого есть свои испытания в жизни. И надо свои испытания в своей жизни принять. Надо принять, что это то, что мне положено, а не то, что меня оскорбляет. Почему мне сейчас не дают мужа? Потому что тебе не положено. И ты должна стать такой, чтобы счастливая семейная жизнь была тебе гарантирована. И для этого Бог оттягивает твою свадьбу. Судьба оттягивает для того, чтобы ты стала такой, какая нужна для счастливой семейной жизни. Ты должна быть. Ну, понимаете, почему я говорю? То же самое. Какая должна быть у тебя квартира? Хорошая. Поэтому ты сразу ее не получишь. Нужно ждать. Но некоторые люди не хотят ждать. И это очень опасно. Если человек начинает тельняшки рвать, если он начинает просить быстрее квартиру, то Бог иногда наказывает таких людей и дает им раньше. Так дает, что мало не покажется. Судьба иногда дает раньше человеку. А чаще всего он кричит, вопит, но все равно получит все, когда придет время. Представьте, сколько сил. То же самое. Человек не напрягается, просто живет спокойно, копит там. И приходит время получает. Второй вариант. Человек напрягается, в тельняшке рвет, отдает пол жизни на это и получает то же самое время. Какой смысл тогда из-за этого убиваться? Скажите мне, какой смысл? Никакого смысла нет. Никакого. Но, когда человек имеет долги, он должен убиваться, чтобы их отдать. Когда человек имеет болезни, он должен убиваться, чтобы их отдать. Когда человек находится, его жилье отнимает, его жену отнимает, его детей отнимает, он должен сгрожаться насмерть, чтобы защитить свое жилье, свою жену, своих детей. Понимаете? Есть вещи, когда человек должен напрягаться и сражаться. А есть вещи, когда человек должен ждать. И надо четко различать в своем сознании, когда сражаться и когда ждать. Один молодой человек мне рассказывал, что он плохо относился к своей жене, и в результате она замкнулась, и ей в жизни встретился психолог. Психолог ей встретился, скажите. Который ее как бы объяснил ей, как правильно к жене надо относиться. Начал к ней так относиться правильно. И она прибила этого психолога. И он потом предложил ей поехать на юг вместе. И она сама не заметила, как легла с ним психологическую постель его. Это обычное дело общения с психологами, часто это бывает. Вот. И так как она была хорошая женщина, верная, она очень сильно раскаялась, но она смогла признаться мужу. Она начала об этом говорить, что жизнь такая у нее несчастная и все другое. Но она не смогла признаться. А потом он сам увидел ее неожиданно для себя, увидел ее с этим психологом. И он все понял. И он подошел к этой, в это время, когда она была с ним, и этот психолог начал ей ему говорить, что вот, дескать, ты дурачок, видишь, она со мной счастлива, а с тобой нет. Потому что ты же вот, красный дерево, не знаешь, как себя вести, девушка. И этот молодой человек, он не знал, то ли дать ему в морду, то ли нет. У него было сомнение. Он на всякий случай дал. И у него такое облегчение на сердце возникло. Потом он пришел ко мне на консультацию, так как он слушает, начал мои лекции. И он спросил, вот у меня в жизни такая ситуация произошла. И человеку в морду дал, хорошо. И его потом, блядь, в больницу отвезли. А мне так легко на сердце стало. И когда он ситуацию мне объяснил, он сказал, правильно сделал проток. Надо было два раза дать в морду, а не один раз. Потому что он защищал свою семью в это время от агрессора, который очень хитрым образом ее разрушал. Знание, направленное на разрушение, всегда зло, даже если это знание правильное. Понимаете, можно человеку рассказывать, как правильно питаться, и в это время подсыпать ему яд в пищу, правильную эту. Является ли это знание о том, как правильно питаться, благо для этого человека? Нет. Это подстрекательство, это убийство, и за это человек должен быть наказан по полной программе. Точно так же, как человек, который водил жену хитрым образом таким. А время суда за сады? А? А время суда за сады? Время все разрушает, но оно не может разрушить тех, кто сдает экзамен. Понимаете, конечно, вы правы, что приходит время, и человек, не сдавший экзамен, теряет жену. Это факт. Этот молодой человек все-таки не смог сдать свой экзамен. Она вернулась к нему. Он спас семью на какой-то время. Она вернулась к нему, и я ему объяснял, как правильно совести, но он не смог. У него не получилось. Потом она опять ушла. Она не стала жить с этим психологом. С такими людьми невозможно создать семью. Он же водил ее из семьи, он грешный человек. Как с ним можно сейчас положить? Она пока одна. Но так или иначе, я просто вам описал случай, как надо спасать семью. Иногда и по морде дать не грех. Понимаете? Сердце сразу радуется, когда ты это делаешь. Сердце нет ощущения ненависти, злого. Просто радость, спокойствие, что выполнил свой долг. Там по морде. Иногда такое бывает. Надо это просто понять. Что бывает всякая ситуация. А он на этом не породил, как всегда следствия на себя, что им не потом добыть? Если бы он не дал, то и он бы эту связь породил. Если человек за ним защищает свою Родину, он не только по морде дает, он убивает людей. И веды описывают, что если он в таком настроении защиты Родины, спасая страну от агрессора, убивает людей, то он таким образом очищается от своих грехов. И он попадает на высшие планеты в следующей жизни. Это в ведах описано. Понимаете? Если человек, выполняя свой долг, наказывает преступника и садит его в тюрьму в соответствии с его преступлениями, то есть он четко делает все правильно, то он очищает свою жизнь от этого, а не становится преступником, которого тоже потом надо посадить. Понимаете, в этой жизни иногда людей надо гладить по головке, а иногда наказывать. Если человек знает точно, как это правильно делать, он не совершает перехар, а наоборот освобождается от него. Поэтому надо это четко понять очень для себя. Не всегда хорошо делать только то, что приносит человеку удовольствие. Иногда надо делать то, что не приносит удовольствие. Допустим, я говорю многие вещи, которые вам не приносят удовольствие. Это факт. Если я говорю только то, что приносило удовольствие, вы сюда не пришли. Это тоже факт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова